РФ рекордно увеличивает оборонный бюджет для продолжения войны в Украине, АСВ. Президент РФ Владимир Путин подписал бюджет страны на 2024 год, который значительно увеличивает федеральные расходы, включая рекордный уровень расходов на оборону, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на отчет АСВ, сообщается, что в федеральном бюджете РФ на 2024 год госрасходы составляют 412,5 миллиардов долларов, а дефицит бюджета 9,5 миллиардов долларов. Сообщается, что российские власти планируют потратить около 157,5 миллиардов долларов на оборону и правоохранительную систему, что составляет 39% всех расходов федерального правительства, по данным экспертов АСВ. В 2023 году Министерство финансов России выделило на оборону 72,1 миллиарда долларов. Но эта сумма, вероятно, выше, учитывая, что значительная часть российского федерального бюджета засекречена, если опубликованные данные верны, то более трети федерального бюджета будут направлены на оборону, что составляет рекордный уровень российских оборонных расходов. При этом отмечается, что федеральный бюджет не покрывает всех расходов на армию и силовиков, часть финансовой нагрузки возлагается на региональные бюджеты и частные бизнес-структуры, по мнению аналитиков АСВ, Кремль планирует направить большую часть своих федеральных бюджетных средств, выделенных на оборону, для поддержки вторжения в Украину, ключевые выводы АСВ, Кремль продолжает уделять большое внимание созданию информационных условий для предстоящих президентских выборов в России в 2024 году и, скорее всего, официально начнет кампанию Путина 14 декабря. Представитель ГУРФСУ Андрей Юсов заявил 28 ноября, что неустановленные лица отравили жену главы ГУР Кирилла Буданова Мариану Буданову. 28 ноября российские власти задержали по меньшей мере еще трех сотрудников ФСБ в Москве в связи с делом о взяточничестве на сумму 5 миллиардов рублей. 55,6 миллиона долларов. Заместитель министра обороны Ирана бригадный генерал Мехди Фархи заявил 28 ноября, что Россия и Иран завершили сделку по закупке российских самолетов. Российские войска продолжили наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки, а также на западе Запорожской области. Ранее сообщалось, что Россия не может продавать нефть в Индию из-за проблем оплаты в валюте, отличной от доллара. По мнению аналитиков, эта проблема не имеет краткосрочного решения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.